В январе вы мне обещали упростить процесс, сделать совсем простым процесс строительства, так как это ранее было сделано для индивидуальных домов. По частному сектору мне докладывали, что большинство проблем с доступом к коммуникациям, документациям и так далее разрешились, и люди довольны. Ну хорошо, если так, но я сомневаюсь. Это мы в ближайшее время проверим, но не хотелось, чтобы потом разговор был аналогичный здравоохранению. Для того, чтобы начать строить многоэтажку, завод, промышленный объект, надо собрать десяток других технических условий от энергетиков, МЧС, санстанций, местной власти и прочих. И столько же справок потом необходимо получить в конце строительства. Я не хочу вас критиковать за это, надо посмотреть еще, Анатолий. Может быть, нам по каким-то направлениям можно отказаться от каких-то справок. Надо посмотреть. И при том, я вам сказал, вы строитель, министр у нас хороший строитель, сядьте вдвоем и отрубите. Я доложу. И в продолжение темы строительства многоквартирных домов хочу узнать, почему никак не решим раз и навсегда проблему с долгостроями. В этом позорном статусе сейчас 20 жилых домов. Из них, Наталья Ивановна, у вас в Минске с Кухаровым 17. Есть ли здесь у правительства проработанное решение? Я недавно для себя эксперимент решил привести в районе Околицы. Да, Роман? Да. Мы решили там построить какую-то деревню. Предложение внесли. И я ведь, к примеру, говорю. Вот иди туда. Как тебе предложат, или ты пальцем там на песке начертишь, так и строй. Никаких разрешений ни у кого не спрашивай. Ну что-то я не вижу деревни, пока полгода прошло. Ну, это вы мне об этом скажете. Ну, ты же понимаешь, что я там постоянно перемещаюсь и как-то по твоей околице еду. Я сразу Севака вспоминаю. Это как вторую кольцевую строили, бетонировали. Любо-дорого до сих пор стоит, не трещины. А все против были. Вот тогда я следил за этой стройкой, точно так и сейчас. Это твое лицо, как я тебе сказал. Надо построить быстро, эффективно, красивую деревню. Люди с удовольствием там будут жить, купят эти участки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова